Спасал жену, зарезал человека. Суд признал самооборону, а также лицо парализовало после визита в салон красоты. Об этом и не только за 10 минут. Не расправа, а самозащита. Фрундинский суд признал виновным Николая Лысака, который с ножом в руке защитил жену от соседей наркоманов. Но признал не в умышленном причинении вреда здоровью, которое стало смертельным для одного из дебоширов, а в превышении самообороны. Этот случай крайне редкий в судебной практике. Как правило, добиться справедливости тому, кто оборонялся, не просто наказание, которое получил Николай Лысак, полгода исправительных работ, но и его суд счел отбытым. Поскольку этот срок мужчина провел в следственном изоляторе. Примечательно, что от обвинения в особо тяжком преступлении перед приговором отказался даже прокурор. Такие ситуации бывают крайне-крайне редко. Но в этой ситуации, я полагаю, другого варианта просто не было в обвинении. Тут даже говорить не о чем. Я вообще не понимаю, как могло следствие выйти в суд с такой квалификацией, с особо тяжким, когда было ясно уже с момента возбуждения уголовного дела, то есть в день, когда это все случилось, уже было понятно, что здесь нет этого преступления, которое вменялось Лысаку. Здесь ситуацию нужно было рассматривать исключительно через призму необходимой обороны. Николаю грозило до 15 лет тюрьмы. В июле прошлого года на Будапештской улице его супруга сделала замечание соседям-наркоманам, которые устроили очередной ночной дебош. В ответ на нее набросили строя и жестоко избили. Николай услышал крик супруги, прибежал на выручку. Его окружили уже четверо. Мужчине пришлось достать нож. В результате один агрессор получил ранение в ногу. Для второго удара ножом стал смертельным. Редактор субтитров А.Семкин